Сроки начала и окончания нового этапа масштабного строительства станции метро, изменение схемы организации движения, снос деревьев, особенности дальнейшего благоустройства территории. На поездке дня широкий спектр вопросов. Вниманию собравшихся представлен дизайн-проект. Взаимодействие с жителями особенно важно. О новых этапах работ информируют заблаговременно, чтобы горожане могли высказать свои идеи или выступить с инициативами по дальнейшему преображению столицы 63-го региона. На этой встрече подрядчик строительства метро и проектировщики довели полную информацию до жителей. Жители задали вопросы, которые у них возникли. И встреча закончилась позитивно, потому что люди получили все ответы и они их удовлетворили. Предстоящие работы затронут часть сквера, примыкающего к улице Самарской и участок уличной дорожной сети. Так, на отрезке улицы Самарской временно ограничат движение. Рассматривается вариант введения данной меры с 25 сентября. Транспортный поток перенаправят по улице Ярмарочной в одностороннем режиме. Там будет огорожен котлован, начнутся работы по обуриванию конструктива будущей станции. То есть будет бурилка, вынимать грунт, бетонировать сваи буросекущие. После этого будет открытым способом разработка проводится. После окончания строительных работ территорию благоустроят, высадят деревья и кустарники. Проектировщики заверили, что не нарушат исторический облик города. По замыслу разработчиков дизайн-проекта в новом облике этого участка улицы Самарской сохранится знакомая коренным жителям атмосфера исторического центра и ее самобытность. Архитекторы опирались на изображение Самарской площади 50-60-х годов 20 века. Появится вент-киоск. Ну, вент-киоск – это, понятно, система вентиляции, которая должна снаружи забирать свежий воздух для метрополитена. Он будет решен в стилистике окружающих зданий, будет согласован с ними по пропорциям и масштабам. После завершения строительства первой ветки метрополитена подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. Конечно, жители Безымянки, жители Юнгородка, для них будет гораздо проще добираться к каким-то тем же историческим достопримечательностям, да, или на нашу замечательную красивую набережную. Поэтому, в любом случае, это плюс одно, а неудобства они есть всегда. Плохо все представляют, что в столице метро происходило без неудобства перекрытия. Это везде так. С вводом в эксплуатацию станции Театральная интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция позволит разгрузить дороги в городе, сократить пробки, а люди будут значительно быстрее добираться на работу или по другим своим делам и обратно домой. Заметим, что возведение новой транспортной локации сейчас находится в активной фазе. Все этапы строительства ведутся под непрерывным контролем регионального заказчика и мэрии Самары. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков, Игорь Казановский. События.